Лед встал и на Волгу, и Свиягу в предвкушении зимней радости устремились рыбаки и лыжники. Кто же из нас при этом всерьез оценивает свою физическую подготовку или способность сохранять спокойствие в экстремальной ситуации? Но все это важно учитывать, как и знать, что оказавшись в ледяной воде, шанс на выживание оценивается минутами. Спасатели вместе с сотрудниками Росгвардии провели учения на Волге, и наш корреспондент увидел, даже профессионалу спасти человека совсем непросто. Вот он, бедолага в красном костюме, еще минута, и он окажется в полынье. Да, его гидрокостюм не пропускает влагу. А вот у обычного утопающего через минуту пуховик наберет литров 20 воды, станет неподъемом, и к жуткому холоду добавится жуткая паника. Дальше идет переохлаждение. После нахождения в воде более 5-7 минут переохлаждение, густеет кровь, сердце не может протолкнуть эту кровь в организме, и человек что делает правильно? Умирает. Поэтому правило первое. Действовать максимально быстро и максимально хладнокровно, если это возможно в такой ситуации. У кромки льда в полынье всегда есть еще лед, который держит человека. Он должен, соответственно, перекатиться на спину, дать телу плавучесть, поднять вверх ноги и локтями облокотиться на тот лед, который его держит. Наш подставной утопающий демонстрирует, что делать дальше, если повезет выбраться. Такие покатушки по снегу необходимы, чтобы сбить мгновенно образующийся наледь и затормотить процесс обморожения. Далее в идеале сухое растирание и сухая одежда. Если же недалеко от провалившегося под лед человека есть люди, шанс на спасение у бедологи, конечно же, выше. Если спасатели будут действовать грамотно, они пополнят число терпящих бедствия. Здесь важно помнить, спешащему на выручку спешить ползком. С толстями растаясь в руки, толдетесь по страдавцам. Прозрят ему, подаете ему руку, либо какую-то веревку. Расстояние до кромки должно быть не менее метра. Обратите внимание, как тяжело спасать даже условного утопающего, который не замерз и активен. Ему помогают два человека, а вот в этом случае и трое. В общем, конечно, не всегда возможно избежать или предусмотреть ЧП. Но отправляясь прогуляться по замерзшей реке, оцените все-таки степень риска и уровень радости от прогулки. Вспомните, где возможны промоины, прихватите на всякий случай крепких, надежных друзей и термос с чаем. А возможно, увидев сейчас какое-то нелегкое дело спасать из ледяной воды человека, вы выберите маршрут по берегу с прекрасным видом на Волгу. Нина Гуркина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.